Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И сегодня у нас продолжение обзоров хороших гаджетов, хотя и дорогих гаджетов от компании Samsung. Напомню, что предыдущее видео было посвящено тому, что называется Samsung Galaxy S10. И там я говорил об общих выводах, которые у меня сложились по поводу того телефона, который представил Samsung, что хорошего, что плохого. В любом случае, посмотрите это видео внизу в описании, всплывающих аннотациях. В конце видео есть все соответствующие линки. А сегодня у нас распаковочка того, что называется Samsung Galaxy Watch Active. Вот такие вот, это часики, да, это часики серебристые под цвет, под цвет моего айфоновского или эпловского псевдочуда под названием часы Apple. Ужасное решение. Надеюсь, что Samsung будет немного не таким. В любом случае, у меня не будет особо времени попользоваться ими, потестировать, потому что меня попросили только сделать небольшой краткий обзор. Вернее, я попросил сделать краткий обзор и особо-особо не заюзывать. Это я в обмен на телефон. К сожалению, у меня уже Samsung нет, но с другой стороны я его отдал, а с другой стороны у меня есть любой другой телефон. И вот хотелось бы проверить то самое основное отличие продукции того же Samsung или других производителей от произведений или подделок, давайте лучше скажем, от подделок компании Apple. Как он будет работать с чем-то другим, не с Samsung устройствами? Напомню, что часы Apple являются тем, что называется правильно, тем, что называется просто железкой. Без телефона они не работают, ну, абсолютно никак. Итак, часы. Что у нас тут в часах? Первая тут какая-то штучка, написано красиво Samsung. И вот если достать из коробочки, я так понимаю, что это будет инструкция. Большая-большая инструкция, посвященная работе часов, как они работают, что они делают. А, это гарантия, это гарантийные талончики, это все тут на арабском, все как положено и прочие-прочие штуки. В принципе, нам они не принципиальны. Пойдем смотреть дальше, что у нас еще дальше. Кстати, по поводу Apple, еще пока я тут пакуюсь. Кто не досмотрел, вернее, до конца видео Samsung, обратили внимание, что видео обрывается на полусловии и дальше картинка пропадает. Я не прощаюсь. К сожалению, это так. Как я потом только заметил, оказывается, что у Apple вот есть такая фиговенька, он просто теряет режим записи. Вроде как картинка отображается, в реальности файл не пишется. Ладно, давайте посмотрим, что у нас дальше. Дальше у нас такое вот... А, это беспроводная зарядочка. Посмотрите, какая красивая беспроводная зарядочка, соответствующая, в принципе, тому, что есть у Apple. У Apple, кстати, она стоит 75 евриков отдельно. У китайцев, посмотрите внизу в описании к видео, я купил... Не в этого, а в другом видео. Я купил у Ugreen на Алиэкспрессе за 20 и работает абсолютно так же. Следующая часть марлезонского балета, это ремешок. Я вот только не понял, в чем прикол этого ремешка. Это просто более длинный ремешок, который вы меняете. Ремешки тут сменные. Я думаю, что Samsung не будет выставлять неимоверную цену. Напомню, опять же, что вот такой ремешок у Apple стоит 150 евриков. Это тот ремешок, который называется Milano. Он тут магнитный. Очень прикольный ремешок. Замечательный ремешок, только он не эпловский, а купленный, опять же, у китайцев за 3 еврика. Думаю, что если вы полазите по Алиэкспрессу, то сможете и найти соответствующие ремешки тоже. И здесь, как вы видите, вперед поставили, назад убрали и тому подобное. Ремешок сам резиновый. Это, конечно, меня не особо радует. Ну и, по-моему, все. Да, по-моему, все. То есть, вот такой вот простой вариант. Сами часы, которые у меня, это 40-дюймовый, 40-дюймовый, 40-миллиметровый экран. 40-дюймовый экран в часах смотрелся бы вообще, конечно, замечательно, но не в наше время. Его толщина около 1 сантиметра, если я не ошибаюсь. Вес заявленный 25 грамм. Да, легенькие, легенькие часы. А здесь, давайте их включим. Какой из них включать? Как вы думаете, интуитивно понятная кнопка или не очень? Это не включает. Это? О, включает нижняя кнопка. Хотя, странно, более выпуклая верхняя кнопка. Может быть, стоило бы ее сделать? Ну, как говорится, это уже дело привычки. А в любом случае, вы видите включение. Пока он включается. Что еще у нас тут на борту? У нас тут 40 миллиметров. И при этом сам экран представляет из себя 1,1 дюйм. 2,5-2,7-2,8 сантиметра. Получается, вот эта вот часть, это не рабочая часть часиков. Ну, опять же, решение больше дизайнерское. Тем более, что они, как бы, что-то среднее между часами умными и умным же браслетом, трекером, фитнесом и прочим-прочим. Экран сразу выдает себя, как самсунговский. Почему? Потому что это AMOLED дисплей. У него разрешение 360 на 360. Хотя, я вот не пойму, как они пишут 360 на 360, если они круглые. Экран круглый. То есть, где тут 360 на 360. Не важно, что, как вы видите, он пишет о том, что, пожалуйста, подключите приложение Galaxy Variable Application on your phone. То есть, я так понимаю, чтобы пройти некий процесс работы, мы должны зайти в Store и в Store написать, ух ты, чуть не уронил все устройство, так сказать. Хорошо, что у нас отлично сбалансированная, подвешенная камера. Итак, Galaxy. Galaxy, иди сюда. О, в Samsung Gear есть такое приложение? Давайте посмотрим. Install. Я так понимаю, что для тех, кто пользуется самим телефоном, Samsung Galaxy это приложение является родным. Вы видите, как приложение сейчас сканирует. Оно сканирует и предлагает зайти, предлагает зайти мне в... Нафига мне? Стойте, что это вообще ты мне показывал? О, это вообще был какой-то антивирус. Start to join. Galaxy Active. Galaxy Active. Вот они. Galaxy Active Need Permissions к локейшену, сториджу, телефону и контактам. Окей. Разрешить. 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 И еще раз разрешить. Хотел короткое видео написать, но чувствую, что короткое видео не получится. Pair and Connect. Pair. Окей. Я так понимаю, что оно мне сейчас тут понаставляет. Дофига и больше приложений. Ну, потом снесу. А при этом, если вы сейчас посмотрите на часики, они там себя ведут как-то подозрительно. Там у них такая звездная пыль на рукаве. Группа крови на рукаве. И прочее, прочее, прочее. Зачем ты мне показываешь вот это? Кто это такое? Включил. Galaxy Accessory Service. О! Пошло. Пошло. Finishing Pairing пошел. Ну, интересно, что значит под Finishing Pairing. Он что, перекачивает данные. Пока он перекачивает данные, хочу сказать, что здесь процессор, который называется, тоже самсунговский, правда, не 9820, как у самого самсунга. Это Exynos 9110, с 1.1, по-моему, тоже гигагерца скоростью. 768 мегабайт памяти плюс 4 гигабайта хранилища. 768 гигабайт памяти, как сейчас помню, у меня в конце 90-х годов был двухпроцессорный, двухпроцессорная машинка, там было 600 мегагерц процессоры, и в ней стояло 768 мегабайт памяти. Это было очень круто. Это было охренеть, как круто. Это было немерено, как круто. И, соответственно, ну, то есть, да, круто было, что капец. Hello. Hello. А тут теперь часы, то есть, не прошло и 20 лет, как часы стали по производительности, то есть, тут тоже два процессора по большому счету, два ядра, по-моему, и частота 1.1 гигагерц, то есть, все сходится, 768, 4 гигабайта хранилища, но, по-моему, там было, не, наверное, все-таки было побольше, под пару терабайт данных. А если я не хочу? Вы посмотрите, ну, вот это вот я считаю, капец, как, капец, как плохо. Зачем мне какой-то аккаунт? Я совершенно не хочу ставить себе на телефон аккаунт, делиться какой-то своей информацией и прочее, прочее, прочее. А здесь вы видите, как оно работает, оно вам проводит небольшую, небольшую, так сказать, инструкцию для того, чтобы вы поняли, как это работает. Touch to screen to turn palm on and off. Куда? Вот куда мне нажать? Не понял. А вот как-то отказаться от этого всего? Нет, никак, ты будешь им надо мной издеваться. Try again. Touch the screen. Touch the screen. Визьё-паун. Ах, вот так вот надо было. Очень смешно. Очень смешно. Ну и давайте посмотрим. Дизайн неплохой. Датчики хорошие. Датчики, кстати, кроме датчика пульса и всего прочего, присутствует еще и датчик кровяного давления. Но, как всегда, корпорации крупные плевали на то, что вы платите им деньги. И, кроме как Штатов, Канады и, по-моему, Германии, никто не получит возможность мерить давление за счет, при помощи часов Samsung. То есть, как бы, вы заплатили полные деньги за железяку, но эта железяка заблокирована по каким-то соображениям от производителя. То есть, вы, там, минус 50 евриков или еще чего-то за моральный ущерб вы не получаете. Как это работает? Ну, понятно, да. То есть, как вы видите, здесь показывается текущее время. Вверх-вниз вы можете посмотреть настроечки, параметры, что она делает. Режим сна, бла-бла-бла. Включение-выключение. Настроечки. Давайте зайдем в настроечки. Watch faces. Watch always on. Как они включаются? Ага. Watch of. Watch faces. Как тебя выбрать? Ага. Вот так вот выбрать. И мы можем попереключаться. Некоторые из них, как вы видите, он предлагает откастомизировать. И как тебя откастомизировать? Ага. Кликами мы можем, я так понимаю, поменять цвета интерфейса. Покрутить? Нет? Нет. Ну, пусть будет так. В любом случае, что-то получилось и текущее время есть. Еще, если долго подержать, как и во всех других умных часах, можно посмотреть внимательно на те интерфейсы, которые есть. При этом, вон, бегущая строка показывает вам, что происходит. О, дашборд. Смотрите, какой классный дашборд. 21, 23. 23 и количество шагов. Информация о погоде нет. Первая, четвертая. Дейли активити. Ага, это типа, сколько я по калорий сжег, сколько я прошел и тому подобное. Очень похоже на то, что предлагают эпловские часы и абсолютно бесполезное для большинства людей, которые, в отличие от многих обладателей в социальных сетях аккаунта в инстаграме или еще где-то, не любят шарить или не любят заниматься спортом вообще. Типа, смотрите, какой классный, я сжег калории. Кто вам сказал, что их надо сжигать? Врачи, ну так врачи, заплатите им 200 баксов и они вам не такое расскажут. Так, как от тебя уйти? От тебя уйти вот кнопочка. Итак, активити. Аппликейшн шорткат. Можно посмотреть, какие аппликации есть у нас. Календарь. Аларм. А как крутить? Не крутится. А я думал, они будут крутиться. А, просто вот так вот. И дальше что? Дальше, например, я хочу эту женщину. А, это Samsung Health. А вот это что? Это контакты. А вот это что? А, Bixby. А вот это что? Алармы. Allow Bixby access to microphone. Окей. Окей. Вы посмотрите, сколько оно. Слушайте. А зачем ты включил этот самый... А, это аларм, чтобы я настраивал. Вы поняли, что произошло. Эта штука включила, активировала Bixby, самсунговская вот эту хреньюшку, для того, чтобы вы могли ей что-то рассказать. И она типа настроит мне аларм. То есть, каким образом вы поняли, связано это дело с алармом. Так, аппликейшн шорткат. Различные активности, которые вы используете. Стресс. О, это интересно. Keep track of your stress. Heart rate. Понятно. Weather. Тоже понятно. Надо нажать на кнопочку. И... Add location. Система попросила мне разрешить локацию для системы. Device only, я так понимаю. Use GPS. Ага. Ну, окей. А что, больше никак нельзя? Location access. View application, которые хотят получить access. Watch Active plugin. Окей. Не проблема. И... Что у нас есть еще? Weather. А current location? Не, сразу нельзя было... Так, а где location? Где же location? Location access есть. Вот они и есть. Storage есть. Автостарт. Отключен. Ну, это все остальное. И что? Add current location. Ну, теперь-то ты хоть заработаешь? Dubai. О, отлично. Как-то оно, конечно, слегка топорненько сделано. А зачем мне фаренгейт? Я не хочу фаренгейты. О, 30 градусов. 37,24. Влажность 0%. Индекс ультрафиолета низкий. Интересно, а поменять вариант? Не, это изменение, как вы видите, приложений. А что еще из приложений у нас тут на борту? Шорткаты, стресс, хердрейт, дубай, календарик. Можно добавить какие-то виджеты. Алармы, аппликейшн шорткат, календарь в таком виде, контакты в таком виде, управление музыкой, управление хелсом, ремайндеры. Причем, ремайндеры такие, жимы и прочее. Например, добавление музыки. И снова вернулись к системе. Вроде как и ничего. Нет нотификаций. Что было еще у нас? Где оно тут было? А, не так. Это было в аппликейшн шорткатах. Но, в принципе, те же аппликейшн и мы можем вывести и в списочек. Мировое время. Find my phone. Интересная опция, кстати. Find my phone. Это что? Он будет... Ага. Ой, смотрите. Классная операция. Можно находить и пользоваться телефоном. А теперь, кстати, и самая интересная операция. А если я... А если я... Тут опять мне что-то рассказывает. Start Samsung Pay. Можно настроить. Кстати, да. Еще одна опция в этом деле. А если я захочу удалить... Удалить телефончик из списка. Потому что, ну, нафига он мне нужен. Вот они приложения. All set, кстати. Ну, окей. Hello. Теперь он сможет отправлять нотификации. Что мы видим? Мы видим, что из 4 гигабайт памяти полтора гигабайта заняты. Ой, полтора. Два с половиной. И только полтора свободны. Из 768 памяти в реальности свободно только 439. Батарея заряжена на 56%. И проживет еще 16 часов. То есть, можно сказать смело, что где-то на 40 часов. То есть, на двое суток это будет хватать. Далее в самом приложении мы можем настроить разные интересные и нужные вещи. Так же, в принципе, как и в приложении для Apple. Это все очень и очень похоже. И, так сказать, отбрасывает тень одинаковости на систему управления нотификациями, управления приложениями, управления виджетами, настройки яркости, настройки параметров. О, кстати, вот это интересно. А давайте поставим максимальную яркость и переключим часики в какой-нибудь красивый экранчик. Я сказал, в красивый экранчик. Например, вот этот, да, вот. А вот я не понял, вот это что? Как вы думаете, что из себя представляет вот этот экран? Что он должен мне показывать или не показывать? По-моему, он ничего не показывает. Но красиво, ярко, четко. Действительно, амоледовский дисплейчик это то, что надо и то, чем самсунговские телефоны отличаются от многих других. Но это не оправдывает их высокую цену, как и высокую цену часов. И на этой хорошей ноте, ну, в принципе, в принципе, если считать, что вот эти часы в два раза дороже выглядят намного более топорно и, по большому счету, я бы сказал, что это больше женские часы. Ну, может быть, мужские, если они будут там черным варианте и с соответствующим черным ремешком. То, в принципе, в принципе, Samsung имеет право на жизнь больше даже, чем обыкновенные Apple Watch. Кстати, вот о вещах, которые называются мордочками лица. Как вы видите, мы можем подгрузить разные дополнительные мордочки лица. Интересно, это если я загружу, они навсегда там останутся или надо будет после Rosetta заново их докачивать. Ну, не будем, не будем, как говорится, загружать людям во временные часы всякого разного. А вот дисконнекты, смотрите, хотим ли мы дисконнектнуть эти часы? Конечно, хотим. Мне это интересно с практической точки зрения, чтобы вы понимали, если вы дисконнектнули часы Apple, то после этого они превращаются просто в ничего не нужный кусок пластмассы. То есть, если вы потеряли свой старый телефон, ваши часы уже не будут работать. То есть, они еще поработают какое-то время до следующей синхронизации в режиме просто часов, но никаких обновлений, ничего с ними вы сделать не сможете. Здесь, судя по всему, они работают. Наши Galaxy, наши приложения, наш Stress, Heart Rate и даже погода, которая есть, как вы видите, осталась. Ну, по-моему, отлично. Что же, можно порекомендовать не только пользователям Samsung, но и пользователям любых других Android-устройств. Как вы видите, установка и процесс настройки часов не вызывают никаких проблем. Сами они достаточно стильные, хорошо выглядящие. Ну, маленькие для мужской руки. То есть, как бы надо было бы, конечно, покрупнее. Давайте посмотрим, как они рядышком смотрятся. Как вы думаете, какой цвет лучше? По-моему, вот этот вот лучше. О, смотрите, как он. Ух ты ж, черт. Вы посмотрите, какая красота-то. По-моему, цвета у Samsung лучше, чем цвета у Apple. Да, цена тоже приемлемая. В принципе, 200 евриков это не такая большая цена за достаточно хорошие часы. То есть, 150 им вот красная цена. Да, можно сказать, что даже 120. Давайте честно говорить. При всех его там классных экранах и тому подобное. Я понимаю, что компаниям нужно еще зарабатывать, наживаться на вас и тому подобное. Но по железу и по функциональности, ну, я больше бы не дал. Вот такие вот моменты. А всем остальным хорошие ножки. Главное, женщинам не показывайте. Там есть розово-золотые часы. Если покажете, будет, конечно, проблема. Потому что розовые часики, а еще и в сочетании с Samsung, все будет очень круто. Кстати, эти часы отлично работают и с iPhone, судя по всему. Я просто не подключал к iPhone, потому что на iPhone я сейчас снимаю это видео. А так, в принципе, все, что начинается с iOS 9, могут работать отлично с часами от Samsung, в отличие от часов Apple. Кстати, вот тут, а, они тоже включаются по движению, что тоже отлично. И на этой хорошей ноте подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите другие видео, в том числе посвященные Samsung. Там внизу в описании к видео, всплывающих аннотациях и сейчас в конце будет. Напомню, что с вами был я, Игорь Шеститко. И всем счастливо, удачи, пока. Увидимся еще. Субтитры сделал DimaTorzok